Коллеги, всех приветствую. Время уже 12 часов, поэтому предлагаю начинать. Возможно, если кто-то опоздает, мы, соответственно, сможем ему повторить какую-то информацию, если вам будет интересно. Меня зовут Кожевников Роман, я работаю в компании Pimatico, занимаюсь оборудованием под торговой маркой Jandar. Это у нас средоустойчивые средства связи. Соответственно, сегодня про это мы будем разговаривать. Сегодня я вам прочитаю презентацию и расскажу о тех новинках, которые у нас появились за недавнее время. Пробежимся немного по стандартной информации. У нас бренд Jandar был основан в 2009 году. У компании есть своя собственная производственная фабрика. Выпускает она телефоны в различных версиях. Об этом скажем немножко позже. И компания Jandar – это один из самых профессиональных производителей данных телефонов, защищенных телефонов, промышленных телефонов в Азии. Так у нас выглядит фабрика компании. В фабрике требуется порядка 30 человек на вине сборки. Есть собственный инженерный отдел, в котором, соответственно, разрабатываются новые модели, дорабатываются старые модели по запросам заказчиков. И, соответственно, R&D-команда, которая занимается этим обслуживанием. Компания IP-матик является эксклюзивным дистрибутором на территории СНГ и РФ. Мы являемся, так сказать, value-added дистрибутором. Такое устойчивое есть выражение. Это означает, что мы практически являемся не только компанией, которая берет и перепродает оборудование. Мы еще и тестируем данную продукцию, делаем сертификаты на нее, локализацию, техническую поддержку, защищаем проекты, помогаем в этих проектах нашим партнерам. Так что, можно сказать, надежный партнер для вашего бизнеса. По различным телефонным версиям на сегодняшний день у нас есть четыре исполнения, в которых производятся телефоны под брендом J&R. Это аналоговое исполнение, исполнение SIP, исполнение GSM и, соответственно, 3G. Наиболее популярным считается все же SIP. На втором месте, наверное, у нас аналоговое. И дальше уже, наверное, в равной доле, в небольшое количество у нас проекты по GSM и 3G. Также, как я уже говорил, у нас компания J&R производит не только свои стандартные модели, но и дорабатывает модели под нужды заказчиков. И таким вот образом у нас, как можете видеть на слайдах, можно менять цвет самих устройств, можно дорабатывать их какой-то функционал и, в общем, делать любые изменения, которые нужны конкретному заказчику. Пример такого производства видите на слайде. Здесь у нас трубка и сам телефон, в которых появилось, соответственно, если мы говорим про тело телефона, это появился динамик. И на самой трубке появилась кнопка Push-to-Talk, которая имитирует работу рации. Нажал – говоришь, отпустил – слушаешь. Вот, соответственно, это реальный проект, под который были сделаны изменения под требования заказчика. Также вот видите на слайде пример проекта из Норвегии. Здесь у нас были встроены GR-телефоны в определенную будку. Также это все согласовывалось и получался такой спецзаказ, который, соответственно, потом реализовывался. На сегодняшний день у нас есть три линейки. В основном мы их делим на три серии. Это GR-100. Это у нас промышленные телефоны. Они имеют практически максимальную вандалозащищенность и степень защиты по IP. Есть варианты с крышкой и без крышки. И также есть такое особое подделение этой серии на взрывозащищенную серию. Об этом поговорим немножко позже. Серия GR-200 – это у нас общественные телефоны с трубкой. Также они вандалозащищенные. Имеют степень защиты от 55 до 65 в зависимости от требования того или иного проекта. Стандартно у нас идет IP55. Также есть возможность выбрать модель из клавиатуры и, соответственно, без нее. И GR-300 – это последняя серия. Это у нас вызовные панели переговорных устройств. Они также имеют вандалозащитность и имеют степень защиты от 55 до 65 IP. Бывают накладные и вырезные модели. Рассмотрим первую серию GR-100 и чуть попозже к ней примыкающий GR-100. Но это уже взрывозащищенное оборудование. По областям применения вы видите на слайде картинки, которые, соответственно, показывают, наверное, самые жесткие условия, в которых может использоваться продукция GR и вообще, в принципе, телефонии. Это буровые станции, атомные станции, различные порты, выгрузки угля или других материалов, которые имеют какую-то воспламеняемость. Порты, судоходство, тоннели, метро. Как показано на слайде, тоннель через гору. И также, наверное, один из самых неочевидных сфер применения – это мукомольный завод. Там, соответственно, у нас используются телефоны взрывозащищенные, потому что мука имеет мелкую структуру, которая очень легко воспламеняется. И здесь очень важно, чтобы телефон имел защиту от появления искр, различных дуг и перегрева, что может поспособствовать появлению взрыва. По моделям, присутствующим на сегодняшний момент в линейке оборудования GR, вы видите на слайде, есть различные модификации с крышкой и без крышки, есть с телефонной трубкой, есть без, есть, соответственно, у нас с кнопкой. Также можно комплектовать горным маячком клавиатуры и, в принципе, любыми вещами, которые необходимы в определенных моментах заказчику. Вот, соответственно, серия без крышки. Также, как я уже говорил, вы можете выбирать различные цвета. Стандартный цвет для данных телефонов – это желтый, но можно покрасить его и в красный, и в синий, и в серый, как показано на слайде. Вот, так что здесь есть некая такая гибкость. Также имеется возможность добавить к телефонам дисплей для вывода какой-то информации на него. На данном слайде вы видите конкретные примеры применения телефонов. Это у нас шахта. Здесь уже стоит промышленный телефон шахтный GR 100-й серии с крышкой. И, соответственно, за ним находится проблесковый маячок. Здесь у нас показан пример насосной станции. Здесь дополнительно к телефону, к маячку появился еще у нас горн. И такая специальная будка, которая позволяет пользоваться телефоном в очень шумных местах, таких, как, как я сказал, насосная станция, где работают насосы, и что позволяет достичь определенной шумоизоляции и иметь возможность что-то передать по телефонной связи. Это здесь у нас пример шахтного исполнения телефона, который находится вот в такой будке. В дополнение к гнетушителям, которые там находятся также. Далее у нас слайд нашего российского внедрения. Это у нас станция метро МЦК, площадь Дагарина. На самой платформе стоит телефон Джейндар для экстренной связи. И вот мы плавно перешли к взрывозащищенной серии. Это серия GEREC-100. На экране вы видите основную линейку оборудования, которая поставляется. Это основные модели. Соответственно, слева направо – это модели с крышкой, с клавиатурой, без клавиатуры, без крышки, с клавиатурой, без клавиатуры. И специальная серия телефонов с дисплеем. Один выполнен без крышки, с клавиатурой, соответственно, с трубкой-дисплеем. И выполнен вообще, в принципе, сам из металла. И второй вариант – это телефон, выполненный из пластика. Под некоторые заказы, под некоторые запросы заказчики требуют именно исполнения телефона из пластика, чтобы не было вообще абсолютно никакой возможности, что, задев данный телефон каким-то металлическим предметом, можно будет получить хотя бы одну виску. Значит, здесь на слайде вы видите расшифровку взрывозащищенности, которая соответствует нашей телефоне. Крышка фиксируется в закрытом состоянии, защелка – ключ. Там есть магнит, там нет физического ключа, там какой-то защелки, но есть магнит, который позволяет плотно прилегать. То есть, когда открываешь данную крышку, приходится прикладывать некоторые усилия. По средам у нас есть две среды – газовая и пылевая, в которых, соответственно, работают наши телефоны. И далее по списку вы видите расшифровку этой взрывозащиты. Каждый символ обозначает какую-то определенную технологию внедрения, которая позволяет защитить данный телефон от возникновения искор. И сам термин взрывозащиты обозначает не то, что он сам может выдержать какой-то взрыв, он не имеет какой-то брони и защиты от взрыва. Он не сможет быть причиной возникновения искор в опасной среде, когда среда загазована или в среде есть какая-то взвесь пыли очень мелкая, которая очень легко воспламеняется. Соответственно, здесь есть защита от искор, есть определенный режим температурный, которого достигает максимальный телефон, что, соответственно, не позволяет ему нагреваться до той степени, чтобы среда воспламенялась. И, соответственно, есть определенный уровень защиты самого оборудования, трубки, горнов, маячков и распределительных кабелей к ним. Об этом мы поговорим немножко дальше. Ну и, соответственно, такая же характеристика для пылевой среды, как была на предыдущем слайде. Так выглядят у нас аксессуары, которые поставляются дополнительно к телефону JR. Здесь надо дополнительно оговориться, потому что если вы, например, покупаете под какой-то проект телефон и не покупаете в данный момент горн и маячок к данному телефону, то докупить его будет нельзя, потому что телефон претерпевает некоторые изменения, именно физические изменения на самой плате. И если есть такая возможность, что в будущем будет устанавливаться горный маячок, нужно обязательно сказать нашим менеджерам то, что данный телефон будет в будущем оснащаться горным маячком, чтобы телефон был доработан и была возможность использовать его совместно с горным и маячком. Как вы видите на слайде, горный маячок, они располагаются не сверху от телефона, как у нас в сотой серии промышленных телефонов JR, а располагаются через вот такую распределительную коробку, через эти вот трубки специальные взрывозащищенные, в которых проложен кабель, и они имеют также такую же абсолютную защиту от появления искр, как и сам телефон. То есть решение полностью готово для установки, и не нужно дорабатывать, чтобы не возникало каких-то ситуаций, когда телефон может послужить взрывом. На слайде показан пример использования данных телефонов. Это у нас теплоэнергостанция. Соответственно, телефон установлен как на внешней зоне, так и внутри. И если вы заметите и приглядитесь, здесь у нас находится горн и маячок для оповещения и, наверное, показывания сигнала, где находится выход или телефон для экстренной связи. И, соответственно, здесь на левой картинке у нас здесь располагается горн также для оповещения. Следующий пример – это подземный трубопровод. Здесь также у нас может возникнуть такая ситуация, что помещение будет заполнено каким-то взрывоопасным газом либо веществом, и, соответственно, данный телефон будет абсолютно защищен от появления искр, и ничего страшного в случае аварийной ситуации не произойдет. Очень важно, что данное оборудование серии GRX взрывозащитных телефонов обязательно к сертификации. Причем к сертификации не только международной. И так как мы с вами живем в России, и также это очень актуально для стран таможенного союза, важно очень иметь сертификат взрывозащиты именно наш местный таможенного союза, который мы получили в конце прошлого года, о чем, соответственно, мы вам и спешим рассказать, что теперь с данным оборудованием можно легко участвовать в различных тендерах и конкурсах, выигрывать их и поставлять данное оборудование на наши российские предприятия, атомные станции, мукомольные заводы, электростанции, какие-то подземные газовые коммуникации либо коммуникации с другими взрывоопасными веществами. То есть здесь мы дополнительно постараемся для наших партнеров и заказчиков, чтобы была возможность использовать данный телефон для конкретных нужд, когда это не обязывает определенной ситуации. Далее мы переходим к серии GR200. Здесь у нас уже это обозначается как общественные телефоны. Они применяются в немножко таких более щадящих условиях. Это может быть банк, торговый центр, система метро. Если вы бываете в метро, в переходах очень часто на стене также прикреплены данные телефоны. И также места лишения свободы очень часто оборудуются данной продукцией для осуществления связи в тех или иных ситуациях. На слайде вы видите модельный ряд данных телефонов. Как вы могли заметить, они имеют различное исполнение даже из металла. То есть бывает металл с порошковой покраской, бывает холоднокатанный металл под покраску, различными красками различных цветов, красный, желтый, оранжевый, синий, серый. Все зависит от требований определенного заказчика. И также различные вариации с клавиатурами. И, соответственно, вариантом установки данных телефонов – это, соответственно, врезные модели и модели навесные. То есть данная модель врезается в стену, данная модель, соответственно, скрепится на стену. На слайде показано применение данных устройств. Насколько я помню, банк в поезде также стоит данное оборудование. Не в России у нас, но это такое международное внедрение было. Очень удобно. Можно сверху, кстати говоря, повесить вот такой маячок, что дополнительно поможет обозначить данный телефон для каких-то случаев экстренной связи. То, о чем я говорил – сфера применения мест лишения свободы, телефонизация мест лишения свободы, как переговорных комнат, так и различных сервисных, сервисной телефонии для самих сотрудников. Телефоны имеют вода, защиту, так что любой человек, который им пользуется, ему будет довольно сложно его повредить. Дальше идет трехсотая серия – это интеркомы, вызывные панели. У них область применения еще более, можно сказать, щадящая. То есть здесь нет дополнительных элементов, нет трубок. Соответственно, к ним в большинстве случаев не применяются каких-то маячков и горнов. То есть, соответственно, есть только панель. Она бывает либо навесная, либо врезная. Используются они в лифтах, на заправочных станциях, медицинских учреждениях, каких-то вариантов экстренной связи у дороги и на парковках. Так вы можете наблюдать по модельному ряду на нашем слайде. Есть различные применения, уже встроенные в колонну, продаются тоже с колонной. Различные вариации с солнечной панелью, навесные варианты экстренной связи и различные врезные вариации с клавиатурой, с одной кнопкой, двумя кнопками, различный информфактор, удлиненный, чуть пошире. В общем, модельный ряд довольно-таки широкий. Можно, в принципе, даже обсуждать возможность производства любого количества телефонов, начиная даже от одной штуки, с определенными доработками. То есть заказывать доработки можно от одной штуки. Ну и, соответственно, можно варьировать степенью защиты от IP55 до IP65. Даже есть вот такой вот вариант с четырьмя кнопками. Как вы видите на экране, оранжевый интерком. Дальше по сферам применения. Вы видите слайд с фотографиями применения. Это у нас лифт, первые две фотографии, будка связи на определенном локации и интерком, экстренной связи у дороги. Здесь вы можете посмотреть с солнечной панелью. То есть продукт и вообще, в принципе, само устройство абсолютно автономно. Также мы поставляли данное оборудование, данные интеркомы в компании Vector Bilgam, которая занимается разработкой в медицинской сфере, в фармацевтике. И данные телефоны, данные интеркомы, они очень хорошо, соответственно, ввелись в помещение, где они, соответственно, эффективно используются. Также применение, сфера применения – это военные базы. Такая вызовная панель с колонной и солнечной панелью. Это колонна срочного экстренного вызова на базе армии США в Кувейте. По техническим параметрам данные устройства, они довольно-таки стандартные. Это полнодуплексная связь, имеется подавление эхо, рингтон очень, довольно-таки громкий, до 80 дБ. И наработка на отказ порядка 50 тысяч часов, что говорит о том, что продукт абсолютно полностью промышленный. Имеется, соответственно, клавиатура с программируемыми кнопками. И рабочая температура варьируется в зависимости от модели. От 30 до 65 есть и пиковые значения, например, для взрывозащищенных телефонов, которые позволяют телефон работать в самых суровых условиях. И, соответственно, питание, так как у нас, если мы берем, например, POE-вариант, POE-вариант у нас без горна и маячка, питается по POE. Если же в комплекте идет горн и маячок, в комплекте, соответственно, дополняется еще и адаптер питания. По СИПовому варианту у нас телефонов здесь у нас есть две СИП-линии, СИП 2.0, стандартный набор кодеков, поддержка Вилан, ну и различные режимы управления, там, мост, пир-то-пир, то есть все довольно-таки стандартно для данных устройств. То, о чем я сказал, вот так выглядит адаптер, который идет в комплекте с телефоном, у которого есть горн и маячок. Также данное оборудование абсолютно полностью совместимо со всеми платформами, со всеми АТС. Мы сами лично тестировали с нашими АТС, это 3CX и ASTAR. Также производителям были сделаны тестирования с другими системами Alcatel, Siemens, Huawei, Cisco и другие. И, что немаловажно, ASTARISC, потому что довольно популярная система. Помимо этого, как я уже показывал на слайде, можно укомплектовать данный телефон звукоизоляционными кабинами. Выглядят они могут по-разному, иметь цвет абсолютно также различный, от желтого, синего, фиолетового, какого угодно, под заказ определенного заказчика. И могут иметь различные формы факторов. Это может быть будка, в которую вылезает только человек на верхней своей части, либо будка, в которую можно зайти абсолютно полностью, которая позволяет достичь определенного уровня звукоизоляции для обеспечения устойчивой и качественной связи. Наверное, на этом все. Если у вас, коллеги, остались какие-то вопросы, буду рад помочь, ответить. Либо сейчас, либо можете написать мне на почту, позвонить мне по телефону, добавочный 120, телефон, соответственно, компании «Эпнематика Москва». Коллеги, есть ли у вас вопросы? Да, спасибо, Дмитрий, вам, что посетили. Будем рады видеть вас снова на наших вебинарах. Обращайтесь, всегда готовы вам помочь и доставить качественное оборудование под любые проекты. Со встроенным Wi-Fi радиомостом и солнечной батареей. К сожалению, такого варианта нет в стандартных телефонах. Но если у вас есть проект, мы можем такой вариант обсудить. Соответственно, это будет спецпроект, и цена там будет несколько меняться от стандартных моделей. Но, в принципе, возможно все. Потому что у нас был проект, даже в который… Я сейчас покажу на слайде. Вот рассматривал заказчик данного вида интерком, но вместо вот этих кнопок стандартных он рассматривал возможность установки рычагов. Мы его долго просчитывали, нашли даже эти рычаги у компании Schneider Electric и согласовывали это с заказчиком. То есть любые изменения, в принципе, возможны. Если у вас есть проект, мы готовы его обсуждать и, соответственно, общаться с производителем по определенным доработкам данных телефонов. Но в стандартных моделях данных доработок у нас, к сожалению, нет. Но, как вы видели, у нас есть модель из солнечной батареи, так что, я думаю, будет несложно вмонтировать ее каким-то образом в сам телефон, если это необходимо заказчику. Ну что ж, если нет вопросов, еще раз всех призываю, если они появятся, обращаться ко мне лично либо к вашему менеджеру по продажам в компании Pimatico. Поможем разобраться, просчитаем проект. Так что обращайтесь, любой вопрос решим и ждите уведомлений о наших новых вебинарах по данному оборудованию либо по другому оборудованию, которое занимается компанией Pimatico. Коллеги, да, спасибо, Кирилл. Тогда я с вами прощаюсь. Всем хорошего дня и хороших проектов. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»